У Эльзы нет даже платья, только ветхие обноски. Поможем бедняжке восстановить наряд. Сошьем голубой топ, а длинная юбка превратила наряд в скромное платье. Рукава из кружева износились, ткань прорвалась и обветшала. Но рукодельница смогла поставить заплатки. В урне можно найти неплохие вещи. Что ж, заглянем. Ура, сапожки. Мне как раз нужна обувь. Вот так удача. На плечи набросим шаль. Наша героиня живет в лесу вместе с Олафом. Привет, красотка. Похолодало. Олаф, ты прав. Еще и живот предательски урчит. Чем бы перекусить? Посмотрим, что по запасам. Ура, последний доллар. Чур, я иду в магазин. Нет, я. Отдай. Друзья так спорили, что порвали купюру. Ох, что же делать? Последние деньги пропали. Может, склеим? Чем? Мы в лесу. Ну, успокойся. Придумаем, как перезимовать. Бедняжка Олаф смог добыть себе кусочек мешковины, чтобы утеплиться. Шейку продует. Держи шарфик, будет теплее. В баках целый бутик. Рэперская кепка. Круто, но холодно. Шляпка. Хм, соломенное канатье? Не по погоде. А вот шапочка как раз то, что нужно. Утеплился к зиме. Олаф радуется первому снегу. Делает ангелочков и мечтает, как будет играть в снежки. О, Эльза несет ведра с водой. Олаф, помоги донести. Я так устала. Фух. Без проблем. Мне только дай работенку. Пара шагов и упс. Эх, ты не ушибся. Главное, что ты цел. Посиделки за горячим чаем у костра приободрили друзей. Вместе мы справимся с трудностями. У Анны же совершенно другая ситуация. Она – правительница Эренделла и может позволить себе лучшие ткани. Королевский бифлекс, золотая парча, платье просто восхитительно. Сверху набросим блестящий корсет с рукавами. Сочетание цветов очень подходит внешности Анны. Изящество и роскошь. В ушах сверкают серьги. Волосам обеспечен наилучший уход. Золотая корона с лучами кристаллов на голове походит на солнышко. На шее массивная цепь. Привыкать к роскоши не приходится. Денег столько, что даже мешают передвигаться. Олаф! Он подрабатывает прислугой. Простели дорожку до королевской опочивальни. Будет сделано! Олаф с энтузиазмом расстелил ковер и расчистил от купюр. Анна прошагала к кровати и наконец-то расслабилась. Собираем шалаш. Скручиваем ветви в каркас и уплотняем стены корой. Эльза старательно приносит материалы. Даже мох утепляет постройку. Но зима дает о себе знать. Вход покрылся сосульками, а крышу присыпала снежком. Хоть какая-то крыша над головой. Уже заждалась Олафа. Где же он? А вот я с хорошей новостью. Заработал нам денег. Ура! Мы спасены! Но вдруг поднялся сильный ветер и пурга. Порыв воздуха вырвал купюру из пальцев веточек. Нет! Вернись! Эх, ну ничего. Еще заработаем. Пошли в шалаш. О нет! Его тоже разрушил ветер. Придется заново искать ветки и отстраивать гнездышко. Что за напасть? Упс! Олаф упустил огромное бревно Эльзе на ножку. Ауч! Хорошо хоть сапог защитил. Прихрамывая, она продолжила поиски. Они обошли весь лес, но восстановили временный дом. Бррр! Холодно! Эльза раздобыла плед. В тесноте, да не в обиде. Кристоф заждался коронации. Из глиттерного фоамирана соберем развертку короны. Головной убор украшен алыми рубинами. Я буду носить титул короля с честью. Наступил день коронации. Кристоф и Анна, согласны ли вы вступить на престол и править славным королевством Эренделл, введя его к успеху и процветанию. Пара ответила согласием. Паш вынес короны на бархатных подушках. Прошу Кристофа преклонить колено. Служу во благо государству. Пришла очередь надеть корону Анне. Объявляю вас законными правителями Эренделла. Счастье переполняет сердца пары. Эльза и Олаф в поисках перекуса. Что-то заметил? Взгляни сама. Вау, пруд еще не замерз, а я все еще голодна. Как же нам поймать рыбу? Эльза вспомнила, что у Олафа под шапкой есть прутик. Немного подождать, и он размером с удочку. Бечевка тоже пригодится. И вот Эльза смастерила удочку с крючком. Ловись, рыбка. Эх, не клюет никак. Может, Эльза болтала ножками и испугнула рыб? Клюет. Ура, тяни сильнее. Тяжелая. Упс, это всего лишь ботинок. Из блоков пенополистирола соорудим каркастрона. Закругленная высокая спинка – отличительный знак. Щелк, и возвысились быльца. Затонируем и сверху украсим глиттером. Королевская роскошь. Мягкие накладки для спинки и сидушки обеспечат комфорт правителям. Обтягиваем вставки цепочкой. Трон достоин самой королевы. Кристоф любуется добротно выполненным заказом. Трон роскошный. Дорогая, не подсматривай. Сюрприз! Вау, Кристоф, ты сделал это для меня? Ну, почти. Я всего лишь озвучил мастерам пожелания. Скромняшка Кристоф растопил сердце Анны чудесным подарком. Теперь можно восседать как угодно. Кулинарные шедевры из воздушного пластилина. Сминаем черный и белый цвета. Формируем рыбку, а из пластика получатся плотные плавники. Вставляем глазки, намечаем рот и тонируем серебристую чешую. Отрезаем кусочек сетки и заплавляем края. Помещаем рыбку в авоську. Олаф рад на охотке. Рыба может стать аппетитным блюдом. Эльза и снеговик никак не могут поделить удочку. Пора использовать альтернативный метод. Ловля на морковку. Наживка сработала, ура, первый улов. Молодчина, ужин обеспечен. Обрезаем глиттерную ткань до размера подушки. Подшиваем по краям торчащие купюры и плотно набиваем деньгами. На них удобно спать. Теперь это любимая подушка Анны. Привет, дорогой, уже отдохнул от коронации? В чем дело? Готов сразиться со мной на подушках один на один? Прими оружие. Бой накаляется. Анна ловко уклоняется от удара. Вот это схватка. Орудие пострадало. И деньги разлетелись по всему полу. Ох, я так устала. Разминаем воздушный пластилин и формируем славную индейку. Пока она сырая. Но после запекания подрумянилось золотом. Особый рецепт. Металлическую крышечку превращаем в золотой поднос. А внутри целый веер купюр. Золотая индейка с карамелизированными драгоценностями. Кулинарное удовольствие для самых богатых. В конце дня молодые правители проголодались. Посмотрим, чем меня порадует. Золотой бургер? Слишком скучно. Я требую подать самое дорогое блюдо в Эрендели. Будет исполнено, Ваше Величество. Ей принесли восхитительную индейку, запеченную в съедобном золоте. Бон аппетит. Даже вместо салфеток королева использует купюры. Вырежем детали для укулеле. Глиттерный фоамиран сделал корпус инструмента ярким. Кусочек кофейной палочки стал грифом. Добавим головку. Окрашиваем и натягиваем звонкие струны. Брынь! Укулеле издала первый звук. Пара ярких шариков так похожа на маракасы. Сделаем деревянные ручки, закрепим бисер. И вот уже раздаются первые шуршания. Получится ли дуэт? Посмотрим. Ребята решили стать уличными музыкантами. У меня получается играть на маракасах и даже пританцовывать. Я тебе подыграю в ритм. Сложился молодой дуэт. Эльза вошла во вкус. Настоящая рокерша. Ура! Да, наш первый поклонник. Постепенно ведро наполнялось деньгами. На концерт подошли Кристоф с Анной. Королевской чете пришлась по душе необычная музыка. Эльза и Олаф собрали с первого выступления целое состояние. Вот это удача! Всегда знала, что творчество – наше призвание. Понравилось видео? Ставьте лайк. Подписывайтесь на Лалилу. И смотрите больше классных поделок для кукол. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видео!